Официально День Всенародной Памяти и Скорби отмечается ежегодно на протяжении 21 года. Но в сердцах эту боль народ несет уже более 70 лет. Ведь не найдется ни одного человека, которого обошла стороной кровавая история Великой Отечественной войны. И все от мала до велика помнят и знают, что 22 июня началась история, приведшая к глобальной катастрофе 20 века. Война никому не нужна. Вот и все. Лишь бы было здоровой, спокойной жизнью. Для меня это очень великий день, потому что раньше все отдавали жизнь даже за все живое на свете. Этот день нужно знать и помнить, потому что солдаты отдали жизнь, чтобы мы жили мирно и свободно. Прабабушка была у нее разведчицей, и она, получается, разведывала разные базы фашистов, рассказывала командирам. Это очень трогательно, вот такие мероприятия День Памяти. Я не мог вот не прийти сюда, не возложить цветы погибшим. И у меня вот, когда было открытие, у меня такие строки родились. Воинов этих мы не увидим, в гости они к нам уже не придут. Они молодыми погибли на фронте, пусть в камне памяти вечно живут. Они перед врагом не отступили. И защищая родину свою, на поле брани смертью, храбрых пали, чем обрели бессмертие в бою. Почтить память и великий подвиг своего народа пришли ветераны войны и тыла, военнослужащие, школьники, студенты, горожане с детьми. Воспитанники дворца молодежи выступили с интерпретацией на тему войны. Сбой, оно в замкнутом круге, как после запоя, не слушались руки. Мы рваные раны в ладони вжимали и пустые ноганы к виску приставляли. Мы рыли штыками могилы ребятам. Нас не было с вами тогда, в 45-м. Представители духовенств городского округа прочитали молитвы об усопших и о здравии всех собравшихся. Никогда не забывать о подвиге советских солдат, передавать историю своим детям и внукам призвал в своем вступительном слове глава округа Рашид Давлетов. И нам необходимо отвлечься от всех повседневных дел и вспомнить, благодаря кому мы живем, и сказать им спасибо. И пусть никто не будет забыт, и ничто не будет забыто. Вечная память тем, кто не вернулся с войны, кто скончался от полученных ранений в послевоенные годы. Низкий поклон ныне живущим ветеранам. В завершении митинга в честь памяти и скорби советских героев горожане возложили к вечному огню ярко-красные гвоздики. И монумент в считанные минуты стал цвета крови, которой была пропитана земля больше 70 лет назад. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова